приветствую вас друзья недавно был какой-то там открытый микрофон в дискорде где комьюнити менеджеры отвечали на вопросики перед этим событием я написал такое вот интересное сообщение удивительное событие пообщаться с разработчиками но зачем если на половину вопросов не отвечают а по оставшимся можно понять что они живут своей игровой вселенной и обычных игроков не понимают запомнить это легендарное сообщение когда зачитаю вопросы ответы разработчиков расскажу свое мнение про эти вопросы ответы в конце решите был ли я прав итак первый вопрос лотбоксы и последние случайные наборы я вижу элементы казино первый вопрос я так понимаю лотбоксы случайных наборах если там элементы казино и здесь как обычно разработчики любят отвечать на родить кучу всего что было вообще непонятно чем там на отвечал и так читаю реакция аудитории непонятно в тех же танк blitz данная механика есть давно и не вызывает такого негатива то есть он начинает с того что реакция непонятно и в следующем же предложение говорит что якобы много негатива так непонятно или понятно и неальность просто зашкаливает продолжение я когда захожу могу крутануть разочек другой если повезло то повезло в танках есть также подписка 500 золота в неделю вы получаете имущество дешевле его номинальной стоимости выгоднее личное решение каждого просто какой-то хероты на родили причем тут подписка к элементам казино в случайных наборах что там вообще в голове творится что это за каша причем тут вообще другая игра что в ней людям там нравится элементы казино но может быть надо прийти к выводу в этой игре элементы казино людям не нравится они хотят как минимум получать за свои деньги то что заслужили я уже объяснял миллион раз а вот все что сверху бонусом если что-то выпадает ладно хорошо тогда люди будут рады но они не должны за 24 тысячи золота получать дерьмо танк и настолько маленькое количество дерьмо ресурсов которые они даже сами не выбирали какие они получат что-то ощущение что вообще нихрена не получил продолжает уже другой разработчик кто-то вынимает за одну прокрутку кто-то за две класс и чё теперь опять возвращается прошлый разработчик в любом случае не понимаю тут поинта насчет казино по той лишь причине что со старта расписан вес из каждой прокрутка меняется шанс в большую сторону никаких ассоциаций с казино вообще я думаю тут ассоциация просто элементарные люди ощущают что их обманули люди ощущают что их кинули они абсолютно нихрена полезного не получили потратил кучу золота элементарный понятный вывод как они это называют какая разница называют они это казино просто тугость размышлений зашкаливает также еще ответили что будут допиливать визуальное исполнение первый раз делали будем что-то допиливать честно говоря мне все равно как она выглядит красиво мне дадут говно на лопате или некрасиво все равно это говно на лопате следующий вопрос идеальный баланс и введена мета где баланс странная формулировка вопроса но в принципе понятное вот разработчики отвечает во многих играх идет постоянное изменение баланса поиск идеального баланса это постоянный путь куда-то у нас 800 машин это вот первого разработчик набросал вопрос элементарный где баланс последние танки которые ребаланс или просто рука лицо окей хотите сделать метовыми танки но не настолько что они там просто на те же носятся 60 километров с дпм 4000 абсолютная неадекватность и тут как обычно начинают просто на вентилятор накидывать что попало вместо того чтобы нормально что-то ответить продолжает следующий разработчик их там два мета существует сборное определение эффективной на данный момент вещи есть любой игре так или иначе не сразу можем повлиять на какие-то изменения разработка это большой процесс долгий и там планируется все сильно наперед моментально отреагировать на изменения возможно но на грани нереального конечно невозможно да это же просто надо разбираться в игре хоть чуть-чуть тем более что цели делать нормальный баланс нету это же очевидно что танки балансит по популярности что просто меты местами меняют но в этот раз настолько плохо поменяли мету что обосрали сильнее обычного поэтому вопросы и возникают по балансу вы делали то же самое просто чаще всего этот процесс происходил мягче в отдельных ситуациях конечно было примерно то же самое что сейчас в районе там type 5 хэви когда фугасницу ему добавляли убирали примерно было то же самое что вот сейчас у нас с йохом и концептом пятым я честно говоря не понимаю вообще очевидно что вообще нет цели про какой-то там нормальный баланс если они сами реально верят что они делают баланс то я вообще не представляю насколько же они вообще не понимают игру если вот это они в баланс пытаются то это смешно но очевидно что они даже не стремятся просто меты меняют но в этот раз слишком грубо поменяли мету дальше уже вопросы ответы будут покороче будут ли клановые резервы на боны не планируются боны на данный момент мы стабилизируем планируется ли акцен в бой на не планируются танки раннего доступа что по токсичность танки раннего менять по ттх не планируется прямо сейчас они идут в релиз в актуальных ттх вот опять же вопрос про токсичность они про ттх но ведь токсичность понятное дело что она связана сттх но больше всего токсичности в том что барабанная фугасница с очень вбр на и рандомной пушкой точностью пробитием и там токсичность в том что результат стрельбы на эти фугасницах он абсолютно непрогнозируемый я вот на восьмерке от стримил часто были моменты когда стреляешь в зеленый нлд попадаешь в него и не пробиваешь а бывает куда-то плюнул пробил с вертухи и все что я не понимаю какой будет результат в стрельбе что соперник не понимает и бывают ситуации когда вражеский танчик просто исчезает за три секунды и моя заслуга в стрельбе минимальная просто навелся кривую пушку направил на врага тык тык и дальше рулетка решила пан или пропал все но поскольку видите ли это видимо сложно хотя сложно в чем сложность в том что я ничего не решаю сложность только в том что он едет медленно и все я так понимаю смысл этого ответа в том что если она имбовая тогда она токсичная тогда его можно и понерфить и вот он отвечает типа про ттх типа их можно трогать но не планируется так она и не будет имбовая потому что на нем стабильно отыграть нереально но но все равно токсичная вот и спрашивают про токсичность вот какой смысл с этими разработчиками общаться вы мне объяснить они что он просто на своей волне вопрос по самой ветке g5 и фугасом есть люди которые любят такой геймплей реалия рандома поменялись фугасы уже не те как при тайп 5 много отзывов игроков которые такое хотят это вот такой вот вопрос ответ я от себя еще дополню в том что на каждом уровне в топе по количеству боев самые популярные танки они одни из самых конченных танкистов абсолютно не заботит имбовый танк не имбовый стабильно он результат может приносить или нет их заботит только вот какой-то свой фановый геймплей который им нравится все остальное не важно и токсичность вот этих вот gpt не в том что они имба или стабильно нагибают стабильно приносит результат токсичность в том что танкистам этот геймплей некоторым нравится они периодически будут кататься на этом и периодически некоторые танки будут просто улетать в ангар за считанные секунды и сложность тут только в том что абсолютно любой чел с любым скиллом нажмет кнопку на фугаснице и дальше игра решит что будет и здесь никакой нахрен сложности нет именно в плане стрельбы да можно подсвестись прицелиться там или попробовать кого-то подловить если скилл есть но большую часть в такой стрельбе все равно решает игра поскольку я вот впритык стреляю на 10 метров при полном сведении в зеленый нлд попадаю в него вылетает 100 урона потому что потому что что я сделал не так ошибся ноги а бывает через пол карты стреляешь и два раз подряд пробиваешь и это происходит редко и от меня зависит слабо плюс минус 25 и киберспорт киберспортсмены на это не жалуются они побеждают потому что тренируются они из-за того что есть выбор вот здесь пиздёж как минимум я видел екси жаловался да и на любом стриме когда чел берет три отметки мы видим как он кайфует от этого выбора периодически я считаю что выбора слишком много для киберспорта тем более поскольку стрельба слишком непредсказуемое что пока б хорошо себя показывает экспериментируем с ресурсами людям нравится танк получать ну да мы заметили особенно когда их не разбирают причем очень много танков не разбирают в конструкторском бюро поэкспериментируйте поэкспериментируйте следующий вопрос вообще убивает точнее его ответ су-122 б или в что с ней планируется в планах нет то есть они раздали кусок параши су-122 в худший танк за конструкторское бюро еще и самый дорогой и у них в планах ничего нет ну а чего лохов развели можно уже ничего не планирует хотя нет планируем следующий развод насколько же это тупо хотя бы стабилизацию после выстрела ему апнули или еще хоть что-нибудь а то что он еще и самый дорогой но это просто бред а вот эти вот 3d стиле последнее время которые в конструкторских бюро просто тряпочку там намотали на танк готовы охренеть вообще база 74 1 не выбивается из статистики любой танк может потрогаться пока не было слышно чтобы он выбивался сегодня завтра трогать не будем это вам просто насрать один танк просто дерьмо трогать не будем другой танк в тысячу раз лучше трогать не будем просто на отвали как-нибудь по отвечали да и похер вот classic будет еще нет таких планов будет ли только одна арта на команду нет их и так уменьшили до 3 почти каждый бой а то что все на объект 261 играют вообще не смущает будет линия фронта на постоянку не планируется лучше бы спросили когда косяки в линде фронта поисправляют одни и те же баги 300 лет подряд что с уровнями на линии фронта эксперименты с уровнями продолжаются на 10 не исключено да на 11 надо случайные события есть в планах сейчас есть другие приоритеты когда будет какая-то конкретика обязательно расскажем погодные эффекты может быть в будущем кттс имбы будут продавать все может быть следите за новостями на dr что-то может быть но я так понимаю тур талан к 1 в принципе имба покупаем правда вокруг него куча старых помоев и тортовым к 1 уже старенький танчик большая вероятность что он у вас есть экипаж 20 часть из этого уже ввели что-то будет добавляться и дальше но это тот же самый вопрос ответ который уже сколько лет я слышу вижу фильтр в кастомизации в планах есть кттс тоже самое же лет 200 кастомизацию допиливают продажа ненужной кастомизации передано нужному отделу ждем пока ответа да им также похуй как и вам продажа танков по старым коллабом налажим свои коллаборации со старыми все сложно короче вот такие вот выдержки из вопросов ответов теперь возвращаемся в начало где до этого вот открытого микрофона я написал сообщение что с разрабами в принципе нет смысла общаться на половину вопросов они не отвечают по остальной половине понятно что им пофигу напишите в комментариях был ли я прав или нет есть смысл общаться с людьми которые заинтересованы в развитии игры они те которые летают в каком-то там в своем мире на элементарный вопрос не могут ответить в принципе у меня все с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...